121 серия Мурманск-Магадан Участок. Расстояние будет пройдено 48,9 километров. Летний путь написал. Никогда в Москве не был. Возможно, в мае поеду. Побываю в разных районах города, чтобы увидеть, как там живут люди. Наверное, все богатые. Ну да, все зависит от самодостаточности. Так, далее он же пишет. А если в Москву приехать с небольшим бюджетом, то чем-то можно заняться, чтобы прибыль иметь? Ну вот послушай. Надеюсь, ответ понятен. Да, значит, прежде чем ехать в какой-нибудь крупный город, нужно быть на голову на две, а может быть и на три выше, в смысле умнее всех остальных. Это во-первых. Во-вторых, нужно иметь четкий бизнес-план. Для того, чтобы иметь четкий бизнес-план, нужно много-много-много учиться. Как говорил дедушка Ленин, учиться, учиться, учиться и еще раз учиться делу настоящим образом. Так, что мне пишут, что мне отвечают? Интернет. Интернет вообще есть. Интернет. Интернет. Ирины медицинские. Продолжение следует... 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 Не просто по объездной, потому что на самом деле теряется информация. Хоть я не знаю города, не знаю что там о них говорить, просто тупо снимать картинки. Продолжение следует. Думаю трассу Лену и Колыму снимать на две камеры, спереди и сзади, может быть даже и боковую камеру включить, как думаешь? Переезд закрыли, наверное. А ну да, показывает пробку. Продолжение следует. Да, пошли наверно. Сейчас посмотрим. На переезде стоим, да, ребята? Поехали, сейчас мы поедем. Да, хвост скопился проречный. Поехали. Я для вас. Подпишись. 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 Продолжение следует... Посмотрим, какой здесь переезд. Раздолбайский или нормальный? В основном переезды раздолбайские. Такое впечатление, что железнодорожники получают кайф от того, что... Переезды автомобильные разъедут в хлам. Я думаю, что федеральные трассы должны проходить... По мосту через железнодорожный переезд. По мосту через железнодорожник. Продолжение следует... По мосту через железнодорожник. Железнодорожные переезды – это зона ответственности в железной дороге, а не раз автобара. Да, ребятам тяжело ехать против солнца. По-моему, самая крутая в Крузноярском крае – это сеть. Техас. Сеть запавочных станций. 40 километров. Запасли дрова на зиму. Теперь распилят, сложат поленец и зима удалась. Техас. 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 Барабана, барабана, картофель продают, может быть, куплю не все производится, может быть, лифт не едет вberи это Продолжение следует... 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 Ладно... Сделаю пробную такую сессию... Разберемся... Продолжение следует... 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 Сидит тут дежурный, почему бы эти камни не убрать с дороги, не откроили еще чему-то. Я понимаю, что у нее функция значит поменить в обязанности, следить за чистотой переезда. Продолжение следует... Нойди на 715 километров. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...